МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Где уже вывезли снег и куда отправится техника в выходные? Водный мир. Горожане фотографируют весенний ноябрьск и требуют лодки. И сегодня в городе открылся конкурс «Полярная звезда». В нем участвуют творческие коллективы со всего Ямала. Лето приходит в ноябрьск все активнее. На центральных улицах города уже практически не осталось снега, дороги и вовсе высохли. Но в некоторых микрорайонах еще есть потенциально опасные участки, где на машине проехать трудно. Итак, осторожнее следует быть в 7-м микрорайоне, особенно у домов Высоцкого 34Б и Высоцкого 30. Сложно на Холмогорской 68. На днях, по словам местных жителей, здесь увязла даже скорая. На Дзержинке тоже непросто, особенно вдоль 21-го дома. Рискуют застрять и те, кто решит проехать мимо бывшего магазина «Славутич». Это в районе 19-го дома по Ленинам. Сугробы и огромные лужи поджидают на Дружбы 8Б и В. Жалуются жильцы энтузиастов 6А, 51 и 51Б. На улице 8 Марта осторожнее нужно быть у дома номер 5. Неблагоприятная обстановка вдоль дома 26 по Космонавтов. Там образовалась глубокая колея. А вот эти кадры сняты одним из жителей дома 17 Памира. Вот это наши дороги, вот это наши кучи. Не вывозят этот снег. И смотрите, что творится. Не могут машины приехать. А жильцы поселка ТБ-2 просят выделить им резиновые лодки. Люди серьезно беспокоены тем, что в скором времени смогут пробраться к своим домам только вплавь. Лужи, говорят они, здесь разливаются каждый год. И на время весеннего паводка они практически отрезаны от города. Кстати, в субботу планируется уборка дворов по адресам Мира 89Б, В. Киевская 8, Космонавтов 21 и 22, ЦОЯ 21А и Б, Магистральная 117, И по Высоцкого 3 и 3А и 40 лет победы. Генеральным директором «Газпромнефти» Муравленко назначен Валерий Колотилин, ранее возглавлявший Департамента закупок и нефтесеверственных услуг «Газпромнефти». Валерий Колотилин родился в 1963 году. В 1986 окончил Московский институт нефти и газа имени Губкина по специальности горный инженер по бурению нефтяных и газовых скважин. Трудовую деятельность начал в 1987 году в Сутарминском управлении буровых работ предприятия «Ноябрьскнефтегаз», где прошел путь от бурильщика до главного инженера. С 2004 по 2008 работал в различных подразделениях ТНК БП. Владимир Вдовин, руководивший «Газпромнефть» Муравленко до апреля 2013 года, продолжит работу в структурах «Газпромнефти». В рамках программы «Ротации кадров» он переходит в дирекцию по крупным проектам «Газпромнефти». Отыскать скрытые таланты и раскрыть потенциал работников общества «Газпромнефти» «Ноябрьскнефтегаз» в эти дни пытаются психологи. Работникам разных структур предприятия предложены тематические задания, проработать которые нужно как индивидуально, так и в команде. Когда занятия закончатся, специалисты исследовательского центра систематизируют полученную информацию и составят характеристику на каждого работника по определенному списку критериев. К слову, это поможет как самим сотрудникам предприятия, так и руководству. Ведь в дальнейшем данная оценка поможет выявить управленческие компетенции, требующие развития. А значит, на более высоком уровне подготовить кадровый резерв предприятия. Мы можем увидеть или попытаться сделать прогноз в отношении перспективных зон развития и направлений развития каждого человека. Что в каждом заложено, во что именно можно вкладываться, каким процедурам в дальнейшем, какому обучению или развитию этих людей подвергать. То есть вот вся эта процедура, эта комплексная оценка потенциала. Задания сами по себе несложные, они, я бы больше сказал, интересные. Просто некоторые задания помогают там раскрыть разные потенциалы людей. Кто-то силен в проведении переговоров, кто-то в убеждении, кто-то в принятии нестандартных решений. Все задания, они разные и помогают именно выявить, кто в чем силен. На Ямале приемные родители будут проходить специальную подготовку. Дмитрий Кобылкин утвердил программу и порядок подготовки людей, которые решили принять семью ребенка на воспитание. По мнению властей, проведение такой подготовки с будущими потенциальными родителями позволит повысить их психолого-педагогические и правовые компетенции, сформировать необходимые навыки для воспитания малыша. Курсы должны будут организовать органы опеки и попечительства или уполномоченные ими организации. Предполагается, что пройдут они в форме консультаций, тренинговых занятий, лекций по вопросам педагогики и психологии, основам медицинских знаний. Их проведут социальные педагоги, юристы, психологи и медицинские работники, имеющие практический опыт работы с приемными семьями и детьми. Будущим родителям предстоит пройти диагностику психологической готовности принять семью ребенка, психологическое обследование и итоговую аттестацию в конце всего курса. В эти выходные профессиональный праздник отмечают врачи скорой медицинской помощи. О проблемах и достижениях ноябрьской станции в канун праздника поговорим сегодня с главным врачом Олегом Брезицким. Сразу после новостей не пропустите. 26 апреля – день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В этом году исполняется 27 лет с момента Чернобыльской катастрофы, крупнейшей за всю историю ядерной энергетики в мире. К 2015 году над атомной станцией Чернобыля будет возведен новый саркофаг. И только тогда, по мнению ученых, и в атмосферу перестанет поступать излучение взорвавшегося реактора. В ноябрьске, как и по всей стране, сегодня вспоминали жертвы атомной катастрофы. Выпуск продолжит блок спортивных новостей. В Омске состоялась церемония открытия седьмого международного турнира детских хоккейных команд КХЛ «Кубок Газпромнефти». В торжественной церемонии открытия принял участие председатель оргкомитета турнира, член правления «Газпромнефти» Александр Дебаль. Он подчеркнул, что качество организации на уровне взрослых турниров и высокий зрительский интерес стали залогом того, что за семь лет проведения игр «Кубок Газпромнефти» стал крупнейшим в России и Европе детским хоккейным соревнованием. Рассматривая «Кубок» в качестве одного из приоритетных социальных проектов «Газпромнефти», в компании намерены со следующего года увеличить количество команд-участниц до 24, что, скорее всего, потребует проведения «Кубка Газпромнефти» в двух городах с суперфиналом четырех. Ямальские стерхи стали серебряными призерами российской хоккейной лиги. Сегодня команда вернулась из Саранска, где проходил решающий матч серии за звание чемпиона турнира. Дружине из Ноябрьска противостояла местная Мордовия. Пропустив две шайбы в оконцовке первого периода с интервалом буквально в несколько секунд, стерхи долго не могли реабилитироваться. Лишь в третьем периоде одну шайбу удалось отквитать, чего для победы оказалось недостаточно. Тем не менее, серебро РХЛ, да еще и с первой попытки, результат более чем впечатляющий. Мы, конечно, могли выиграть матч, но так получилось. Это хоккей, поэтому люди приходят на хоккей. Благодаря этим ребятам во многих уголках России узнали, что есть Ямал, что есть Ноябрьск, что есть ямальские стерхи уникальные, и есть такая отличная команда. И вот от всех жителей города я поздравляю эту великолепную команду с вице-чемпионством российской хоккейной лиги. И я уверен, что настоящая мужская игра хоккей в Ноябрьске будет развиваться. В Ноябрьске завершился окружной мини-футбольный турнир среди юношей 2002-2003 годов рождения памяти легендарного тренера Алексея Краснова. Проводится он седьмой раз подряд ежегодно. Команды тренера, занимающиеся с этим годом рождения, с удовольствием приезжают в наш город. Единственное, что пожелание главного суди хотелось бы проводить и его в каникулы весенние, и в выходные дни. Это было бы больше зрителей, больше внимания футболу. Участие в нем приняли шесть команд. Три из нашего города, одна из Муравленка, еще одна сборная представляла новую рингой, а также заявку подали футболисты из Губкинского. Изначально были известные фавориты, в принципе, это наша команда ноябрьская «Газпромнефть-2002» и команда «Уренгой», которая как раз возвращалась со всероссийского финала, с города Екатеринбурга. Именно эти команды в итоге и сошлись в борьбе за первое место. С самого начала игра у наших спортсменов не задалась. Еще в первом тайме сборная газовой столицы округа открыла счет. Как ни старались ноябрьцы переломить ход матча, они так и не смогли. Усилий ребят лишь хватило на один гол, так сказать, гол престижа. В концовке встреча на таблога реле неутешительная для «Газпромнефти» 1-3. Ну, не хватило немножко опыта, малы выезжают. Я думаю, что работы у тренеров непочатый край. И хочу сказать, что компания «Газпромнефть» также приготовила свои призы лучшим игрокам турнира. Сам же турнир с каждым годом только набирает обороты. Он уже носит неофициальный статус окружного первенства. Участников становится все больше, растет конкуренция, а значит и престиж трофеев. Кирилл Мигель, Григорий Курпцев. Новости нашего города. Сегодня в ноябрьске открылся традиционный окружной конкурс творческих коллективов «Ямала. Полярная звезда». Первые выступления юных артистов прошли сегодня вечером, а в 13 часов в субботу и воскресенье пройдут еще два концерта. К слову, среди участников «Полярной звезды» городской ансамбль и эстрадного танца «Модерн». Не так давно средний и старший состав этого коллектива выступал в Санкт-Петербурге на международном фестивале детского и молодежного творчества «Преображение». Успех был очевиден, и домой девушки привезли два первых места за эстрадные танцы и два вторых. И последнее. Город начал подготовку к 9 мая. На Центральной улице появляются элементы праздничного декора, а возле городской администрации установили памятную стелу. И на сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам приятных выходных и до свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Тверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 27 апреля в Сальхарде облачно. Небольшой снег. Ветер восточный. Температура 1 градус мороза. В Муравленко облачно. Без осадков. Ветер южный до 2 метров в секунду. Температура плюс 4 градуса. В ноябрьске переменная облачность. Ветер южный до 2 метров в секунду. Температура 7 градусов выше 0.